Доброе утро всем! Проснулся вот так, сейчас буду ехать на выгрузку, потому что я пока нашел вчера эти дакстеры, тут целое село этих дакстеров, поселок, тут одни только их склады до 10, я тут устал вчера ходить пешком искать, но нашел, как-то так, ну все, почистили зубы, будем открывать работу, то выезжать. Пошел зарегистрировался, а пока не заезжаю под рампу, рампа 6, он сказал, вот она, и будем сейчас выгружаться, ладно, ребята, будем сейчас немножко помучаемся, потому что машинка стоит, как-то так. Открываем ящик, берем перчаточки, идем открывать двери. Вот моя рампа, сейчас открываем двери, будем погружаться. Открыл двери, убрал барахло все свое, вот поставил его, и будем сдавать под рампу, как-то так, ладно, будем работать. Под рампу конека, что-то холодно сегодня, капец как, как-то так, такая обстановка, ребята. Все, сидим и ожидаем. Какая, блин, проблема с этими палетами, уже понаписывал Кентаун и палет БСБХ, уже не знаю, что там, что только с этими палетами, постоянный нюанс. Теперь, короче, стою здесь сейчас, в ожиданиях чуда, уже все на нервах, загрузка сорвалась, и уже, короче, не успеваю приехать, загрузиться. С этими палетами вечно какой-то нюанс. И их нету тут, это Дакстер, конченная фирма, как-то так. По карте, с этими палетами проблемность, блин, я их не брал, а они мне хотят их повесить. Это Дакстер, это такая, когда в Большом, в Берлине, вот эта Дакстер большая, здесь их 8 складов, почти целое село этого Дакстера тут. Сейчас еду туда, где сказали мне поставить печать, если они еще захотят это делать, и чтобы не было проблемы, потому что будет 500 евро мандат мне. Он сказал, что где-то здесь паркинг, и я вынужден идти решать этот вопрос. Ну ладно, едем дальше. Что, решили эту проблему, 3,5 часа мне выносили мозг, что шеф, что с той стороны звонят, и один чехол начехлил, который, блядь, заявил меня здесь, что я должен забрать палеты. 3,5 часа решали, что палеты остались, а здесь, чтобы я их не забирал. Фирма Дакстер, ну они тут правильно все делают в этой фирме. Неправильно, кто у меня регистрировал меня здесь, неправильно зарегистрировал, я разговаривал с парнем, здесь русскоговорящим, очень много русских. То так вот, посрывал загрузки, все у меня сорвалось, а психи воплил там в боссе. Но как-то так, едем на Польшу теперь пустыми. Как-то так. Вон и Карус пошел. Я не знаю, ли это выставочный или шоу, ушел и Карус. Ну вообще, как будто бы с конвейера сошел. Блин. Заехали в Германию, вот в Германию и в Польшу. И, видимо, смотрите, что тут творится в среду. Какая колонна машин идет на Германию, на Европу. И вчера такой же самый поток был. Просто жесть. И там нету ничего, никакой не пробки, ничего. Это просто такой поток. Машина идет, потому что там притормозить надо и 40 километров. Расстояние. Забито. И все, аж туда идет. Вон, вон она. Не кончается. Колейка. Капец. Вон, уже начали, блядь, поляки, как обычно, левым пасом обгонять всех. Это ихнее любимое дело. И на мосту там уже собралась целая куча машин. Ладно, блядь, пробка на мосту какая. Ладно, едем дальше. Давай, давай, давай. Поехали дальше. Заехал на загрузку, приехал. Но не успел сегодня из-за вот этого всех кипишов. Опоздал и здесь, и там. Боська недоволен. Вон чувак пропускает меня, потому что заехать параулок дурной такой. Поблагодарил. Он так посотрел, блядь, типа, я не знаю. Чопух. Станем на знак стоп. Это самое святое главное. Посмотрим, блядь. Эта херня железная, она не пропускает никого. Она давит, значит. Местная бодега. Вторая. Где тут? Рррр. Проехал проволок. В зеркало гляну. Вот туда сейчас будем спускаться. Ребята. Поехали на низок. Посмотрим, гаражи какие-то. Сейчас развернемся. Сейчас вот тут распетляемся. Главное хвостом, чтобы ту ауди не зацепить, петушать. Будет он плакать. Перцепчик пустой, можно так делать. Гля, назад едет. Я вперед? Он назад. Ну все, вот здесь вот сейчас станет. Вот тут бордюрчик. И вот здесь я куда-то стоял. Да и все. Все, ребята. Приехал хорош на сегодня. Все. До завтра. Думай, не громко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова